Бои за Павловку. Борис Орожин в аналитической службе Нонбасса за 1 ноября 2022 года. У Глидар. Продолжаются бои за Павловку. Полностью сломить сопротивление противника в поселке пока не получается. Наши войска контролируют более половины поселка. Также продолжаются бои у Новомихайловки и в направлении трассы на У Глидар. В Марьинке позиционные бои. Авдеевское направление. Продолжаются бои в Первомайском, Водяном и в районе Опытного. Темпы продвижения невысокие. Противник продолжает обстрелы Донецкой агломерации. Артемовск. Бои за укрепрайоны в районе Опытного. Не путать с Опытным в районе Донецка и в направлении Курдюмовки. На восточных окраинах Артемовска без изменений. Сам город продолжает превращаться в попасную. Сватово-Кременная. Противник продолжал попытки атаковать в направлении трассы Сватово-Кременная и к северо-востоку от Сватова. Существенных результатов не достиг, понеся существенные потери в людях и технике. Тем не менее, ресурсы на продолжение таких атак ОВСО тут еще есть. Так что в ближайшую неделю они точно будут продолжаться. Наши войска периодически контратакуют в районе Терны и Торское. Но это скорее сковывающие действия. Наступление на Красный Лиман или Купенск ранее второй половины ноября-декабря ждать не стоит. Херсон. Противник предпринимал попытки атак в направлении на Береслав с Никопольского направления. Понес потери в людях и технике. Результатов не достиг. Также не имели успеха попытки разведки боем на Криворосском направлении. В Херсонской области продолжается эвакуация гражданских из потенциальных зон затопления при подрыве Каховской ГЭС. Борис Рожин. Бои за Павловку.